здесь я приветствую и вас я приветствую каждого кто присоединился к нам сейчас через прямую трансляцию через канал тбн пусть бог благословит вас там где вы есть я снова поздравляю вас с праздником поздравляю с этим прекрасным удивительным светлым праздником с троицей день пятидесятницы когда дух святой сошел на эту землю знаете недавно меня зацепила одна фраза которую когда-то сказали апостолы ученики иисуса христа знаете тогда у них был спор у них был такой ожесточенный спор потому что это был поворотный момент в истории их веры их народа это был по-настоящему поворотный момент и они спорили вообще надо ли язычникам которые приходят в церковь в общем так которым мы все принадлежим да если вы не евреи то язычник бывший во всяком случае надо ли язычникам делать обрезание как знак завета с богом и исполнять весь закон моисеев знаете это был не шуточный спор ну представьте себе что сегодня православные люди православные священники начинают рассуждать нам нужны вообще иконы или нет мы завтра будем ставить иконы или мы снимаем их никогда никому в голову даже такая мысль не приходила вот точно также евреям никогда в голову не приходила мысль надо ли вообще исполнять закон или не надо закон моисеев это то что дал бог это сто процентов надо а тут язычники они же вообще ничего не знают если уж нам надо исполнять закон мы трудимся трудимся чтобы соответствовать нормам божьим язычники естественно должны исполнять закон поэтому большинство было на стороне законников скажем так которые требовали чтобы язычники приходящие в церковь они обрезались и соблюдали закон моисеев но другая небольшая часть которая уже пережила что-то особенное с богом они говорили подождите подождите мы не могли исполнить этот закон никакие отцы наши не могли остаться верными в этом законе поэтому пришел иисус христос и он дал нам духа святого не потому что мы исполнили закон а потому что мы поверили в иисуса зачем же мы будем язычников затруднять законом если и они также поверив иисуса приходят в церковь у них ожесточенный был спор и в результате выступил пётр выступил и аков я думаю многие другие выступали о которых не написано в библии и в результате они согласились с определенным решением и это решение записали в письмах чтобы отправить в другие собрания и вот одна из фраз которая была в этом письме деяние 1528 они сказали пишут ибо угодно святому духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме всего необходимого и дальше я не хочу останавливаться на том что нужно было им все таки соблюдать необходимое но я хочу обратить ваше внимание на эту фразу ибо угодно было святому духу вот кто являлся неоспоримым авторитетом у первых христиан вот кто в первоапостольской церкви решал все вопросы и споры которые возникали сложно было примирить эти две партии когда одни говорили надо исполнять законы их большинство другие говорили послушайте мы не смогли исполнить поэтому дух нам святой даром просто дам поэтому по вере в иисуса давайте к язычникам также их было меньшинстве но невозможно было их примирить но дух святой это тот авторитет который появился среди тех евреев и они беспрекословно готовы были подчиняться святому духу у меня вопрос кто сегодня среди когда как решают споры или вопросы которые возникают у современных христиан как интересно современные христиане сегодня решают эти споры или вопросы я думаю кто то скажет у нас google в помощь и никакой святости то есть загуглил получил ответ по пути еще что-нибудь получил и достаточно много информации ну да тогда у них не было гугла поэтому у них все упование похоже было на духа святого сегодня по-разному христиане решают вопрос иногда стыду надо признать что одни начинают ненавидеть других только за то что те не согласны с ними что они имеют другое какое-то мнение другую какую-то позицию иногда стыду надо признать что между христианами бывают какие-то стычки и они не приходят к единству не не приходят к миру вопрос почему сегодня неужели тот авторитет неоспоримый авторитет который был в первоапостольской церкви сегодня потерял силу потерял значимость потерял способность давать ответы там где никто не может дать ответы неужели дух святой сегодня потерял способность примирить тех которые не могут примириться по-человечески я думаю в этот день когда мы празднуем сошествие святого духа на эту землю нам стоит обновиться в том что дух святой это на самом деле тот авторитет который есть сегодня от бога на этой земле неоспоримый авторитет ну хорошо я должен признать что и у апостолов не сразу все получалось не сразу у них получалось вот так уповать полностью на святого духа хоть и гугла у них не было а все-таки были какие-то свои я бы так сказал понятия и не сразу у них получалось изменяться ну например вы знаете что апостол иоанн был достаточно таким задиристым человеком да ну кто-то сказал да но хорошо да но а вот вопрос который у меня а вы если бы вы хотели кому-то рассказать об иисусе и вы предлагаете начать читать библию конечно когда человек начинает читать библию он начинает узнавать что-то о боге и это прекрасный путь к тому чтобы встретиться с господом узнать его и вот вы собираетесь предложить почитать библию с какого места вы обычно предлагаете почитать человеку с евангелия от иоанна уже даже конкретные места и она 3 16 у кого-то другие заготовки есть но евангелия от иоанна она пропитана от начала и до конца просто любовью поэтому ведь мы предлагаем прочитать это начинать читать библию с евангелия от иоанна правда аминь вы знаете что не всегда так было поверьте не вся так было я внимательно изучил евангелие от и от луки девятую главу слава богу за луку значит за этого мужа божьего который написал это евангелие и он интересные там картину показывает знаете помните например кто спорил о том кто будет больше в царстве божьем ну это были я вам подскажу иоанн и иаков больше всего они там похоже спорили то есть они как-то подходят к иисусу говорят иисус давай договоримся когда ты будешь в царстве своем один будет по правую сторону другой по левую из нас от тебя хорошо я думаю иисус подумал боже мой слава богу что хоть я в центре до сих пор оказался что куда ты меня не смустили у них какая-то своя троица уже появилась передавали с устой посредине один у нас по праву другой по левую и они спорили вот в англии в евангелии от луки в 9 главе написано что они спорили иисус берет ребенка ставит между ними и говорит послушайте вот кто будет как ребенок тот и больше в царстве божьем потому что кто меньше здесь на земле кто научился смиряться тот в царством божьем царстве божьем будет больше и он послушал это и вы можете дома тоже поизучать эту девятую главу и увидите что там примерно следующее написано что он и он говорит кстати господи мы тут видели одного человека он твоим именем бесов изгонял представляешь не ну понятно что мы запретили ему иисус газа почему ну как почему вы представляете себе идут за счет ученики иисуса а там мужик какой-то бесов изгоняет именем иисуса ведь убирайтесь во имя иисуса христа а тут иоанн подбегает листу что ты что делаешь как что бесов изгоняю освобождаю человека он так мучился и вы знаешь получается представляешь слушай получается имя иисуса работает иоанн слушай я тебя не видел среди наших ты вообще ходишь с нами нет он говорит прости но я не могу у меня дети семья там жена работа понимаешь я не могу просто так значит пойти и ходить все время с вами он говорит слушай меня внимательно теперь чтобы больше я такого не видел понял именем иисуса мы запрещаем тебе изгонять бесов именем иисуса иисус слушает горе служите да вы что так он говорит если он не против вас могут нет не был вроде против нас но сегодня против вас кто не против вас тот за вас он же моё имя ценит он же моим именем пользуется я думаю что я напустил голову но на самом деле друзья у бога инструментов намного больше чем те которые рядом с нами согласитесь у бога возможностей что-то делать намного больше чем мы можем себе представить в нашем арсенале то что есть этого недостаточно нам надо понимать что бог может действовать где-то через кого-то намного больше и по-другому как-то и радоваться о том что это происходит позже апостол павел скажет такую фразу что некоторые люди проповедуют христа предвзято то есть как-то лукаво с какой-то своей коростью он говорит а я этому радуюсь лишь бы имя моего господа распространялась по всей земле потому что это имя она настолько сильная она настолько мощная она реально может освободить любого человека от власти тьмы от всякой болезни от любой демонической силы пусть имя господа моего распространяется даже если я не понимаю каким образом это происходит ну хорошо евангелие от я на 9 глава следующая знаете что там описывается там написано что они вместе с иисусом ученики пошли в иерусалим и там по пути в иерусалим было такое какое-то селение самарянское какое-то небольшое такое селение и написано что иисус посылает вестников перед собой в это селение ну чтобы приготовили место приготовили там где переночевать ну и чтобы хотел по всей видимости конечно послужить в этом месте знаете что то мне подсказывает что этими вестниками были иоанн и яков потому что когда их не приняли вы помните кто возмутился больше всего иоанн и яков братья заведеева не город давай огонь с неба спошлем за то что они не приняли нас и вот я представляю как иоанн с яковом идут посланы иисусом христом приготовить место самаринском городе и по пути рассуждают они в предвкушении они посланы самим господом кому как чё-то кому-то сказать что там иисус сегодня будет ночевать я думаю иоанн спрашивает слушай как ты думаешь воскресит кого-нибудь или нет яков говорит ну не знаю воскресит не воскресит но рука или нога точно у кого-нибудь вырастет иоанн вообще ты представляешь счастливчик какой а кто сейчас примет самого господа иисуса он и догадываться не может наверно сидит сейчас там себе телевизор смотрит и не представляет что сейчас сам иисус к нему собирается прийти вот это счастливчик они приходят в этот самарянский город наведываются кто здесь ну достойный иисус же так учил говорит на узнайте кто самый достойный в этом селении они узнали им им говорят ну конечно вот этот вот он очень у нас представительные все его уважают он такой мужик настоящий поэтому вот конечно вот этот дом самый достойный я представляю как иоанн с яковом идут к этому дому подходят с чувством что они вестники благой вести они сейчас принесут и конечно же конечно же этот человек поймет что счастье привалило в его доме они стучатся в дом хозяин открывает я представляю как иоанн с важным видом говорит всем привет сегодня иисус будет тут ночевать и мы тоже я думаю он удивился когда хозяин посмотрел игре чего кто такой иисус яков как кто ты знаешь иисуса так все про него говорят хозяин ну да все говорят вот и говорят что проходимец какой-то самозванец назвал себя сыном божьим чем он себя делает вы его хотите привести возмущению у учеников предела наверное не было иоанн да ты что как ты не представляешь да он самый крутой у тебя есть больные вообще он же может исцелить кого угодно да ты что у тебя есть проблема какая-то уже может решить все может послушал послушал говорит ну ладно давай веди посмотрим на него значит а там видно будет возьмем его к себе или нет я думаю иоанн озадаченный говорит ну ладно сейчас придем кстати слушай я хочу тебе так рассказать однажды иисус подошел к смоковнице и плода на ней не нашел знаешь что он сделал он проклял ее и она засохла но это я так просто в общем пока мы сейчас вернемся сейчас мы придем я думаю они ушли приходят к иисусу и говорят господи все нормально мы нашли достойного человека правда он не все понимает еще но как только он тебя увидит тогда сто процентов он конечно все поймет и в общем то дом хороший все нормально места для всех хватит так что пошли я думаю как они подходят к этому селению а там уже не один хозяин а там уже целая толпа народа они все ждут они в ожидании иисуса которым все говорят что он там проходимец что он сектант какой-то это сейчас же собирается сюда прийти я думаю ученики подходят и видят толпу народа которая не принимает иисуса они не хотят его видеть вы представляете эта толпа народа они глядя на иисуса увидели какую-то опасность в нем они увидели врага они благословение для своей жизни и вот та фраза которая написана лука 9 глава 9 53 стих но там не приняли его потому что он имел вид путешествующего в иерусалим вы знаете что самаряне с евреями они не сообщались они просто не сообщались они были врагами они ненавидели друг друга они считали что они враждуют просто поэтому они увидели иисуса как врага как путешествующего в иерусалим это кто такой ты кого сюда привел да мы так и знали мы не хотим вас видеть убирайтесь отсюда я вижу здесь две проблемы первое в современном обществе происходит то же самое у людей есть какие-то свои понятия кто у них враги кто у них не враги с кем можно здороваться с кем не нужно кого надо принимать кого не надо принимать иногда иисус приходит в жизнь человека современного разрушая все его понятия и он трещит по швам и вот проблема номер один когда вот эти понятия человеческие они мешают вам принять иисуса христа таким какой он есть они мешают посмотреть что-то больше сделать хотя бы один шаг следующий в этом знакомстве с сыном божьим больше чем просто посмотреть поверхностно что это за церковь икон здесь нету интересно все улыбаются странные наверное коронавирус везде они улыбаются под масками сейчас хоть не так видно как улыбаются а так вообще как начнут улыбаться и это большая проблема на самом деле иисус часто приходит так что тебе трудно по-человечески это понять и признать но если бы ты сделал следующий шаг в знакомстве с иисусом христом если ты позволил чтобы он сказал хотя бы одно слово в твою жизнь ты бы увидел что это на самом деле сын божий ты бы увидел что это на самом деле церковь святого бога проблема номер два я думаю это ученики иногда ученики иисуса христа они мешают людям увидеть иисуса таким какой он есть они представляют иисуса тоже исходя из каких-то своих понятий и не так правильно проповедуют о нем и не так правильно ведут себя а помните тот же апостол павел он наставляет церковь и говорит послушайте обходитесь очень внимательно с неверующими людьми бодрствуйте за тем что они видят глядя на вас видят они христа или видят просто вашу плоть вашу неприязнь ваше неуважение или неаккуратность в общении с ними чтобы в день посещения апостол павел говорил что для каждого человека будет этот день посещения когда иисус христос лично обратиться к тебе для кого-то из присутствующих возможно сегодня именно этот день и это такое благословение если в окружении в вашем есть люди которые правильно показывают вам иисуса христа показывают как сына божьего безграничного возможностях но в то же время любящего вас таким такой любовью которая привела его на крест за ваши грехи это такое благословение если в вашем окружении есть такие люди и апостол павел говорит внимательно относитесь к людям чтобы когда придет этот день посещения чтобы они не отвергли христа как отвергли эти самаряне глядя на иоанна иакова возможно чтобы они не отвергли христа но чтобы они приняли его свое сердце ну хорошо давайте немножко вернемся к нашим братьям драгоценным апостолам вот они вас значит они поняли не принимают их никак и лука 9 глава 54 стих описывает реакцию этих учеников видя то иоанн с иаковом поняли что хозяин ничего не понял видя то ученики его иаков и иоанн сказали господи а давай мы сейчас огонь с неба сведем и спепелим просто это селение а если кто-то попытается убежать мы добьем я думаю иисус в шоке был иоанн там же дети это же селение там же семьи там же дети даже если один чего-то не понял ты вдумайся сколько здесь людей ты реально хочешь низвести огонь с неба и уничтожить всех иоанн вот что иисус ответил этим ученикам жаждущим крови евангелие от луки 9 55 56 но иисус обратившись к ним запретил и знаете это слово жесткое достаточно это слово которое используется в греческом языке для наказания то есть он возбранил он просто как-то строго сказал нет вы чего то иисус им объяснял кто больше что не надо там влезть вперед всех в царство божье то потом он объяснял им значит там кто больше кто меньше потом дальше что не надо запрещать говорить об иисусе изгонять бесов именем его но теперь все границы они похоже перешли и написано что иисус запретил им и сказал не знаете какого вы духа вот в чем ваша проблема ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие а спасать и пошли в другое селение вот реакция иисуса христа интересно что сам иоанн который тоже написал евангелие так же как и значит апостол лука сам иоанн не рассказал нам эту историю но вы знаете он рассказал нам другую историю и она записана в евангелии от иоанна в четвертой главе лука девятая глава лука рассказывает про иоанна а вот в евангелии от иоанна есть другая глава четвертая глава и там они снова проходили мимо какого-то самарянского города они опять проходили мимо самарии это небольшой на самом деле небольшая территория естественно что там все знают тем более таких происходит таких событиях там все знают женщина с которой встретился иисус она только прибежала в это селение всем рассказала все все знают что происходит с этой женщиной поэтому я понимаю что иисус опять проходит теми же местами и апостол иоанн рассказывает что в тот момент иисус сказал идите покушать купите себе пока и они пошли покушать купить я так понял что иногда иисусу нужно отправить нас покушать чтобы не мешали если мы не понимаем какого мы духа если мы не водимые святым духом то мы реально можем помешать как апостол иоанн и иаков в свое время помешали и так они пока ушли кушать женщина приходит к колодцу они находятся возле сам самарии и там колодец рядышком туда приходят люди из самарии воду черпать и вот иисус сидит там и женщина приходит начинается разговор он просит у нее попить начинает разговаривать с ней и в результате говорит ей я знаю что у тебя было пять мужей и тот которым ты живешь сейчас тоже не муж тебе перед ним стоит разрушенная женщина она идет с этим кромыслом у нее пять мужчин было которые каким-то образом использовали ее она все любви ищет она все пытается понять где ее судьба она опять живет с этим пятым и понимает да не судьба это неужели господи это моя жизнь неужели так всегда будет иисус видит глядя на эту женщину разбитую судьбу поломанную жизнь и вот она приходит с этим кромыслом с этими ведрами черпать воду он начинает ей говорить она начинает как-то на автомате отвечать разговор завязывается в результате эта женщина понимает что то необычное происходит иисус касается самой больной темы ее жизни но когда она смотрит его глаза то она видит сколько там любви сколько там сострадания и она видит какую-то власть что он не просто так поднимает эту тему он может ей помочь как-то она не понимает как она бросает свои ведра эти коромысла тут ученики как раз приходят смотрят с возмущением с женщиной начинает говорить они не поняли иисус ты что тут с женщиной разговариваешь что ли пока мы ходили за едой она бросает не знаю то ли от вида учеников то ли от чего бросает свои ведра бежит в это селение и всем рассказывает идите посмотрите там есть некто может быть он тот же на самом деле христос а мы его прогнали когда-то идите посмотрите он мне все рассказал я просто позволила чтобы он поговорил со мной и он начал мне рассказывать мою жизнь а когда я посмотрела в его глаза я почувствовала что он мне может как-то помочь эту женщину знали все в этой Самарии и когда увидели ее зажженные глаза после того когда она годами жила с потухшими глазами использованная разными людьми и вдруг она эта женщина вдохновленная кем-то они в шоке кто мог ее вдохновить как это вообще возможно чтобы это вот так вот кричало по всему селению они все собираются и выходят на встречу к Иисусу Христу а пока они там идут пока женщина бегает Иисус начинает разговаривать с учениками которые пришли с едой и говорят покушай Господи Иисус говорит подождите есть пища которая намного круче чем пища на этой земле эта пища называется исполнять волю Отца Моего Небесного Иоанн подчеркивает очень важные фразы Иоанна 4.24 Иисус говорит точнее это у женщины сказал хорошо Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине Он говорит что в духе очень важно быть а дальше в 38 стихе Он говорит ученикам Я послал вас жать то над чем вы не трудились другие трудились а вы вошли в труд их Он очень серьезно теперь разговаривает со своими учениками Он вновь возле этой Самарии где его с треском выгнали в первый раз Он дорожит тем что он может сделать сейчас в этом месте и он разговаривает со своими учениками очень серьезно и говорит послушайте будьте внимательны будьте аккуратны с этими людьми с которыми мы сейчас пойдем говорить я посылаю вас собрать урожай душ человеческих я посылаю вас спасать людей а не губить будьте внимательны я послал вас жать и собирать урожай над которым вы не трудились другие трудились эти другие я думаю это прежде всего сам Христос который трудится и думает как спасти хотя бы одного грешника на этой земле и написано дальше и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины свидетельствовавшей что он сказал ей все ей все что она сделала и потому когда пришли к нему самаряне то просили его побыть у них и он пробыл там два дня вы видите какое другое служение он коснулся женщины он коснулся сердца он пришел не как судья он пришел не как привилегированный какой-то он пришел написано не было в нем ни вида ни величия но он просто предлагал свою помощь если ты поверишь я помогу тебе он помог этой женщине это взорвало Самарию и они теперь просят чтобы Иисус побыл у них и он пробыл там два дня и еще большее число уверовали по слову Его а женщине той говорили уже не по твоим речам веруем ибо сами слышали и узнали что он истинно спаситель мира Христос Аллилуйя давайте Богу славу воздадим Он знает как служить Он знает как трости надломлены не переломить и льна курящегося не угасить как важно чтобы мы правильно показывали Иисуса Христа своим отношением к людям хорошо мне кажется что если бы мы жили в то время и хотели пригласить кого-нибудь к Иисусу то вряд ли бы мы стали обращаться к брату Иоанну как вы думаете я думаю мы нашли бы кого-нибудь другого не такого воинствующего не такого злого который готов просто испепелить целое селение просто потому что его не приняли я думаю вы подумали ага а если мой родственник не захочет сразу принять все ж тогда точно сошлет пошлет огонь с неба но сегодня но сегодня мы отправляем всех своих близких людей к Иоанну к его Евангелию что же произошло насколько радикальная перемена в жизни в судьбе этого человека произошла и злого ожесточенного ненавидящего многих желающего карьеры только себе только о своей выгоде который думал чтобы когда находился рядом с Иисусом готовый уничтожить любого кто встает на его пути что произошло с этим человеком которому мы теперь безоговорочно отправляем почитай Слово Божье знаешь что начни кстати с Евангелия от Иоанна я думаю что ответ можно увидеть именно в тех словах которые Иисус однажды сказал обращаясь к Иоанну и к Иакову он сказал не знаете какого вы духа не знаете какого вы духа если вы не знаете духа Божьего то тогда никакие понятия никакие силы ваши они не помогут вам исполнить волю Божью и напитаться этим хлебом о котором говорил Иисус Христос я имею пищу намного круче чем любая земная когда исполняешь волю Отца Небесного ты насыщаешься мы никогда не сможем по-настоящему вкусить этой пищи если не будем наполнены Святым Духом именно это преобразило апостола Иоанна он не изменился до тех пор пока Дух Святой не вошел внутрь Него пока Дух Святой не сошел в тот день Пятидесятницы на всех учеников которые просто ожидали что должно произойти после этого произошла радикальная перемена с апостолом Петром мы думали что он самый горячий был сегодня наверное после этого собрания вы подумаете ого никогда не бы не подумал об Иоанне такого но реальная перемена произошла с Петром который три раза отрекся от Иисуса Христа который оказался слабым несмотря на то что готов был воевать в свое время за Христа пока у него было оружие его оружие в его руках но когда Иисус сказал убери твой меч твое оружие мне не поможет твое оружие только разрушает дело Божье я дам тебе другое оружие это оружие любви я научу тебя апостол Петр слушал но по всей видимости немного понимал поэтому когда у него забрали его оружие подошла к нему служанка и спрашивает ты кажется был с Иисусом он говорит нет, нет что ты один раз отрекся другой раз отрекся потом написано склятвою стал клясться и божиться клянусь не знаю его и петух пропел как предсказывал Иисус и он понял что несмотря на все на все свои амбиции несмотря на всю свою крутизну момент когда он отрекся от Иисуса Христа этого Петр не надо иначе говорить послушайте тот кого вы распяли на кресте воскрес из мертвых послушайте вам нужно покаяться послушайте субтитры субтитры и Продолжение следует...